Глава ЦБ сказал, что вы уходите от доллара в том, что касается расчётов, пытаетесь дифферсифицировать ситуацию. Это сделается для того, чтобы санкции были менее болезненными? Мне кажется, что Соединённые Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента. Я думаю, что США сделают огромную структуру, используя доллара как инструмент санкционного инструмента. Они это делают, так как препятствуют расчётам в долларах за санкционную продукцию. Просто нам невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в доллары. К чему это приводит? Мы вынуждены просто, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчётам в других валютах. Это первое. А второе, когда другие страны, которые используют доллар в качестве резервной валюты, либо в качестве инструмента расчётов, видят, что происходит, поэтому у них у самих возникает тревога, что доллар может быть использован и в их отношении таким же образом. И они тоже начинают сокращать и свои долларовые авуары, и как расчётную единицу меньше используют. И поэтому они делают то же самое. Они уничтожают роль доллара в своих резервах, и они уничтожают от использования того, как способа платить. Результат. Так вот, это результат. Нет. Результат в том, что даже ближайшие партнёры и союзники США в своих резервах долю доллара сокращают. Это факт статистический. И мы, конечно, это и делаем, и в резервах своих сокращаем доллар, и в расчётах мы стараемся переходить. Это не всегда возможно, но стараемся переходить на расчёты в национальных валютах. В этой связи можно сказать, что США пилит сук, на котором сидят. Потому что это абсолютно конкурентное преимущество, доллар, в качестве универсальной резервной валюты мировой. Они его подрывают таким образом в интересах сиюминутной политической конъюнктуры, наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам. И этот доллар является компетитивным преимуществом. Он является универсальной резервной валютой. И Украина сегодня использует его, чтобы продолжить политические ситуации, и они разрушают их стратегические и экономические интересы. Вы видите доллару превосходить в валютой, которая не является валютой в валютой? Вы считаете, что это может происходить? Вы думаете, что доллар движется к тому, чтобы перестать выйти в мировую резервную валюту? Вы думаете, это возможно? Он подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. И объемы расчетов в долларах сокращаются, и объемы резервов в различных странах мира тоже в долларах сокращаются. Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах. И у нас пока устраивают, скажем, расчеты за энергоресурсы в долларах, за нефть, прежде всего. Но если политика американских властей будет продолжаться, такая, о которой я уже сказал, то нам и делать ничего не надо будет. США сами подорвутся доверия к долларам. Кроме всего прочего, государственный долг растет в США. Вот в очередной раз сейчас Конгресс предал решение об увеличении потолка государственного долга. То есть это что такое? Эмиссия. Что такое эмиссия? Это рост инфляции. Впервые, наверное, в истории инфляция в США растет такими темпами, как давно уже не было. Это уже экономические причины, которые так или иначе все-таки подрывают доверие к валюте. Все же задаются вопросом, а что дальше? Что экономические власти Штатов будут делать с этим колоссальным долгом? Что они будут делать? Проводить какие-то манипуляции с долларом? Будут понижать его стоимость? Что с долгом-то? Что делать? Это, конечно, вопросы фундаментального характера. Это нас не касается. Это связано с политикой ФРС. Это связано с экономической политикой администрации. Соединенные Штаты крупнейшая экономика мира. Очень высокотехнологична. От самочувствия американской экономики зависит вся мировая экономика. И мы заинтересованы объективно в том, чтобы здесь не было никаких волнений, скачков. Это от нас не зависит. Но мы внимательно смотрим за тем, что происходит, анализируем и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы обеспечить наши долгосрочные интересы. Адреналин хлещет до сих пор, да? Нас только, что чуть не загребли военные. Мы остановились на заправке снять очередь. Дело в том, что бензин здесь субсидируется. Он стоит на наши деньги примерно 15 рублей. Ну, 20-25 центов. Но бензина нет. Ничего не предвещало беду. Но тут просто ниоткуда появился военный, здоровенный черный парень, который сказал, что нам надо идти с ним. Он жестко прям, жестко сказал. Просто представьте себя на нашем месте. Вы черт знает где. И черный громила тащит вас в плен. Это Судан. Страна золотых приисков и нелегального рынка украшений. Это самый древний рынок Судана. И, наверное, самый большой рынок нелегального золота, по крайней мере, в Восточной Африке. Сохранившихся древних пирамид. Люди с цветками вместо мозга. И развалившихся городов. Блин, ну как? Как можно просрать целый город? В Судан мы приехали по делу. Но где-то здесь, на берегу Красного моря, должна появиться новая секретная российская военная база, про которую пишут, что на нее перебрасывают чуть ли не атомные подлодки с ядерным оружием. В общем, эту базу мы и решили отыскать первыми. Друзья, я запустил на YouTube свой новый проект. Погнали о местах, где ступала нога человека, но очень осторожно и с неохотой. Первый выпуск о Судане, загадочной и опасной стране. Он уже доступен на канале. Переходите по ссылке в описании и узнаете, как живет это одна из самых закрытых стран Африки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!